Всем привет, я Леся Грузинская, и сегодня мы поговорим о женских ароматах марки Hyuga Boss. Печальный аромат. Просто нюхать и плакать. Просто выбираешь нужный аромат и путешествуешь. У аромата три главные составляющие — современность, женственность и уверенность. Парфюмерная история марки Hyuga Boss началась в 1985 году, что почти на полвека позже, чем текстильное производство началось у той же самой компании. На сегодняшний день все ароматы производятся по лицензии компании Kati. В одном из старых выпусков мы уже знакомили вас с мужскими ароматами марки, и, наконец-то, почти год спустя дошла очередь и до женских. Если говорить в целом, то ароматы марки Hyuga Boss характерны своей простотой звучания и доступной ценой. В конце 90-х и начале нулевых некоторые ароматы марки были просто хитами, они бомбили. На сегодняшний день, наверное, даже, к сожалению, все реже и реже ароматы марки Hyuga Boss появляются в каких-то рекомендациях. Но ароматы все еще активно продаются, они все еще любимы публикой. Хотя, если говорить о Hyuga Boss как о представителе люксовой парфюмерии, то, конечно, они тоже грешат тем, что часто производят самоповторы, фланкеры и вот это все подобное. Но, как и у всех люксовых брендов, у них есть интересные вещички, за которые можно зацепиться, и именно такие я сегодня вам представлю. В 2000 году совместно с парфюмером Софи Лабе марка Hyuga Boss выпустила аромат Woman, и он был просто шедевром того времени и героем 2000 года. Такой прям бодрый, звонкий, но при этом очень деликатный аромат. Здесь кожура манго, отчетливый еловый оттенок, много цитрусовых корок и целый букет свежих фрезей, таких в капельках росы. В целом, если перенестись в 2000 год, то можно представить этот аромат на такой строгой бизнес-вумен. Мне кажется, примерно так они и пахли. Хотя стоит отметить, что аромат звучит немного ненатурально, что ли у него такое. Синтетическое городское звучание. Получился такой, мне кажется, аромат ностальгии. Это или для тех, кто помнит 2000-е и тогда уже пользовался какой-то парфюмерией, может быть, вот этой самой, либо для тех, кто хочет ощутить дух того времени и испытать его на себе в 2020-х уже. Еще один невозможный хит начала века – аромат Deep Red. Он родился благодаря дуэту двух парфюмеров – это Алайн Асторий и Беатрич Спике. Здесь очень много сочных фруктов и ягод. Клементины, такие сочные кровавые апельсины. И все это зарифмовано со смородиной, которая буквально через несколько секунд проявляется. Причем я чувствую не только ягоды, но и листики самой смородины. Все это смягчает сандаловая стружка, ее заслащивает щедрая порция ванилина и оттеняет острый имбирь. Как и аромат Boss Woman, Deep Red звучит не очень натурально. Все-таки как-то отличаются ароматы начала века от того, что мы привыкли ощущать сейчас, тем, что они как раз были химозными немножко, можно сейчас, наверное, так выразиться. Но уже в отличие от Boss Woman, Deep Red носили не в офис, не на дневные какие-то встречи. Это уже были вечеринки, тусовки, свидания, потому что он более раскрепощенный такой и более сладкий. Есть еще один аромат Hyuga от Hyuga Boss, который, к сожалению, не попал в сегодняшнюю подборку, но он тоже вошел в топ-3 самых популярных и самых продаваемых ароматов марки. И на этом топ, собственно, закончился. Не в смысле наша подборка, а самые популярные ароматы марки. Все, которые выходили после, могут нравиться, могут не нравиться, есть хорошие, есть спорные ароматы, но ни один из них не заработал такой бешеной популярности, как вот предыдущие три мною названных. Наверное, потому что последующие ароматы стали чуть менее выразительными. Еще одна причина, конечно, в том, что конкуренция на рынке парфюмерии бешеная. Тысячи ароматов выходят каждый год, поэтому Hyuga Boss как-то вот, видимо, держала свою серединку, но в топы больше не попадала. Но мне кажется, что в этом есть большой плюс, потому что если аромат суперпопулярный и продаваемый, значит, им будут пахнуть все, а более редкие ароматы могут быть даже интереснее. Например, аромат 2005 года — это Femme, и он стал таким маркером своего периода, потому что в 2005 году было свойственно делать подчеркнуто феминные ароматы, в которых много свежих цветов. На старте он кажется до боли знакомым и очень обычным ароматом своего типа. Это большое количество белых фрезей, немного апельсинов и капля смородинового сока. По мере раскрытия он становится более глубоким, объемным и более интересным. Трио жасмина, белых болгарских роз и лилий на базе из веточек лимонного дерева, амбра и абрикосов. По смыслу он похож на Miracle от Lancome, хотя звучит мягче и тоньше, но он тоже аромат на каждый день. Если не знаешь, что надеть, можешь надеть Femme от Hyuga Boss. Boss New Parfum это первый аромат, ну такой в кавычках ночной у марки, и создала его парфюмер Anik Mirando. По задумке он повествует о страсти и ночном городе, хотя назвать его ночным можно только с натяжкой. Все-таки это консервативный люксовый бренд, и ночи и страсти там вот ровно столько, сколько позволяет концепция бренда. Сначала аромат как будто окутывает меня альдегидами и белым персиком. Раскрывается он звучанием жасмина, фиалки и белых цветов, а в базе оттенки сандалового дерева, мха и древесного аккорда. Не знаю насчет фантазии о ночном городе, для меня вполне приемлемый аромат для дня. Ну в нем очень много фруктов, поэтому вполне себе такой прогулочный для какого-нибудь парка, где зелень есть, а цветов и фруктов не хватает. И вы вот тот самый букет цветов и фруктов, который прогуливается. А вот, собственно, и дневная версия Босс Ньюи, это Босс Жур Пор Фам. В 2013 году он был создан, и по задумке он олицетворяет три проявления женственности. Это вдохновление, самообладание и легкость. По сути, это красивое сочетание белых цветов и легких свежих цитрусовых аккордов. Главная нота отдана магнолии, а ее украшают лайм и цветы грейпфрута. Здесь же множество белых цветов, жимолость, ландыши и традиционная для многих ароматов марки Фрезия. В базе для составления скелета есть березовая древесина и амбра. В целом, вот множество таких компонентов, на мой взгляд, делают этот аромат более сложным и более глубоким, интересным, чем, например, его вечерний вариант. Аромат Boss Mavie Pour Femme описывается как аромат сильной и независимой женщины. Ну, то есть та самая женщина, которая обеспечивает себя сама, работает сама, у нее есть цели в жизни, но при этом она не забывает про свою женскую составляющую. И после работы прогуливается где-то по цветущему саду, останавливается, чтобы почувствовать аромат тех самых цветов на кустах и вот эти вот все женские штучки. У аромата три главные составляющие – современность, женственность и уверенность. Собственно, сейчас разберем, что за что отвечает. Во-первых, за современность отвечают цветы кактуса, они придают зеленой свежести. За женственность – в ответе розовая Фрезия, Жасмин и нежные бутоны розы. А уверенность представлена базой из теплых древесных аккордов и кедра. Mavie – это как раз тот случай, когда описание аромата чуть более глубокое и интересное, чем сам аромат. Ни в коем случае он не плох, просто он очень простой и понятный, подойдет, наверное, тем, кто еще не определился со своими парфюмерными пристрастиями. В 2015 году марка выпустила новую линейку ароматов Descent, и годом позже, в 2016 году, появился первый женский аромат, который, в принципе, так и называется – Фохё. Вообще, здесь такая легкая провокация, потому что переводится название линейки как «Запах», и вообще его цель – привлечь внимание, на самом деле, к марке одежды в первую очередь. Очень приятный, легкий, нежный аромат такой, помещенный, наверное, в альфакторное пространство марки, ну, то есть, зона комфорта. Здесь уже знакомое нам сочетание даже по тем ароматам, которые сегодня нам попадались – это белая фрезия и персики, но персик здесь немного другой. Чаще всего используется такой хрустящий, немножко недозрелый, а здесь наоборот – очень сочный, прям шершавый, со всей своей персиковой шкуркой. Это ощущение создается благодаря османтусу, и есть еще в аромате немного горьких какао-бобов на дне. Интересно, что в старте были слышны ноты шоколада, но потом в дальнейшем они как раз уходят, и шлейф, и хвост, который остается дольше всего – это как раз фрезия. На примере подборки Хьюго Босс мы сегодня увидели, что аудитория люксовых брендов часто превозносит один, два, три каких-то аромата. Они появляются везде, они приобретают бешеную популярность, а другие ароматы при этом остаются как будто без внимания, но они при этом не менее интересны. Поэтому я бы хотела вам посоветовать, если вы интересуетесь люксовыми брендами, например, в том числе Хьюго Босс, смотреть не только на рекламу, которая светится везде в телевизоре, журналах, газетах, инстаграме, прийти в магазин, в корнер того же Хьюго Босс и изучить другие ароматы, не только самые популярные. Я уверена, что вы найдете что-то интересное и при этом более уникальное, потому что так будут пахнуть не все поголовно. Еще сегодняшний обзор получился интересным путешествием во времени, потому что каждый из ароматов – это герой своего года или своего промежутка времени какого-то, и ты прям переносишься в это время, ты понимаешь, какие тогда были тренды, какие делали тогда акценты, и если хочется перенестись в какое-то из этого времени, просто выбираешь нужный аромат и путешествуешь. Не забывайте, что в описании есть ссылки на все ароматы, вы можете по ним перейти, прочитать подробнее про аромат, узнать отзывы на него и цену на сайте духи.рф. Там же в описании ссылка на наш инстаграм. Пишите в комментариях, какой из этих ароматов, может быть, у вас уже есть, или какой понравился по описанию, и с какими вообще ароматами вы любите ностальгировать. У меня был мир и колотланком, поэтому я забираю фам и ухаживаю. Субтитры сделал DimaTorzok